Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия, уважаемые члены семей наших военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции. Конечно же, хочется прежде всего поздравить всех с якутян и Александра Колесова, его отряд с присвоением имени Героя России, о чем объявил глава республики. И мы знаем точно и уверены, что наши бойцы, они действительно другими быть не могли. Сегодня необходимо обратить внимание, что правительство продолжает непосредственно оказывать социальную помощь как членам семей, так и самим военнослужащим. И, конечно же, обратить внимание на то, что основными направлениями является медицинская помощь и психологическая. Психологической помощью за весь период общая существование, ну как бы определение этой позиции, уже у нас осуществлено порядка около двух тысяч консультаций для военнослужащих и членов их семей. Необходимо также обратить внимание, что психологическая помощь продолжает быть нам доступной через телефон 122 и круглосуточный телефон 8 800 135 50. Продолжается работа и в группах помощи для семей и участников специальной военной операции. Обращений требующих решения, которые сегодня обозначены в работе правительства республики, уже порядка двух тысяч. У нас в работе осталось 245 обращений. И нужно сказать, что эти обращения, они в основном связаны с нашими военнослужащими, которые не призывались якутским военкоматом. Для того, чтобы выплатить деньги этим военнослужащим, нам приходится проводить более серьёзную работу с воинскими частями, с определением статуса для того, чтобы эти выплаты осуществить. Сегодня я бы хотела обратить внимание на то, что очень многие наши военнослужащие приходят, значит, возвращаются в отпуска. Безусловно, в экстренной и неотложной помощи медицинские учреждения республики они непосредственно никогда не откажут в помощи. Это требует и, соответственно, федеральное законодательство. В случае необходимости получения помощи по соматическим заболеваниям или при обострении собственных заболеваний военнослужащие, которые обращаются в наши медицинские организации, конечно же, должны иметь и согласие воинской части, так как в соответствии с федеральным законодательством о воинской обязанности их лечение должно осуществляться в пределах военных госпиталей. В связи с отсутствием военных госпиталей, соответственно, по письму, значит, по разъяснению в Рио командующего войсками Восточного военного округа, значит, Артищева, значит, такая медицинская помощь оказывается в согласии воинской части.